Я Катя Скворцова. У меня есть кулинарный диплом и острый нож. Диплом лежит у мамы, а с ножом мы общаемся. Я люблю готовить и не успеваю есть. Подсмотреть, попробовать, проверить и додумать. Лучший рецепт тот, что придумала сама. Даже те, кто много работает, могут отдыхать на кухне. Если ужин быстро нужен, я пользуюсь быстрыми и практичными схемами. Кулинарный конструктор. Универсальные схемы из 12 ингредиентов, которые отлично миксуются между собой. Три колонки. База, гарнир, соус. Что вы выберете сегодня? На базе может быть рыба, курица, свинина или говядина. Гарниры, рис, картофель, фасоль, паста. Какое богатство! И, наконец, соус. Вино, соевые томаты или грибы. Что будет в основе вашего соуса конкретно сегодня? У меня есть вдохновение приготовить свинину, пасту, сделать пасту со свининой и взять классический томатный соус. Итак, база, гарнир, соус. Займемся! Классическая паста. Паста с беконом, со свининой, с говядиной, с рыбой и так далее. В общем, паста плюс любой белок. Это сочетание, которое выручает ни одну хозяйку и ни одного хозяина отличного дома. Очень часто мы готовим пасту дома и не зря пользуемся этими рецептами, потому что это действительно хорошее, быстрое и универсальное решение. Паста – это же такой холст художника, куда можно добавлять самые разные ингредиенты. Она совершенно отзывчива на любые рецепты. Вот что есть у вас в доме, то и собирайте. Сегодня у меня есть отличный кусок свинины, кореечка вот тут вот притаилась. Тем временем я ставлю воду для пасты, потому что это самое долгое в приготовлении пасты. Так, есть у меня кореечка, есть бекон, есть какое-то количество овощей, лук, чеснок, сельдерей. Соус я буду делать на основе протертых томатов. Будет еще один ингредиент, добавка к соусу, яркая, зеленая, но о ней чуть позже. А сейчас, в общем, займусь нарезкой этих самых овощей, которые тут вот и ждут меня. Так, для начала, что мне сегодня нужно? Нужен мне сегодня лук достаточно большое количество, потому что тут достаточно много мяса, и хорошо бы его, в общем, использовать в большом количестве. Не стесняйтесь использовать лук, я так скажу. Особенно если в пасте много мяса, лук всегда хорош. Я использую сегодня просто обыкновенный наш репчатый лук. Если будет красный лук, то он лучше сочетается, наверное, все-таки с вариантами пасты с говядиной, и там, где нужно подчеркнуть красноту мяса. Но сегодня будет лук у меня вот такой. Мелко-мелко его нарежу. Он будет добавлен к обжарке свинины не в самом начале, поэтому нарезать его нужно мелко. Итак, вот такое количество лука, его должно быть много. Это щедрая порция для свинины. Просто приготовьте его, отложите в сторону, и обжаривать будем позже. Вообще с луком, конечно, такая история, когда его чистишь, вот эти вот очисточки остаются, я люблю все это дело завернуть в мешочек, отложить в сторону, и в мусорном баке у меня лежит это дело в мешочке, не вот так вот просто, потому что иначе с луком, конечно, тяжеловато. Так, теперь, значит, у меня следующий кандидат на соус, на составляющую соуса, или там уже, точнее, отнести к базе, бекон. Ну, это условно называется бекон, потому что, когда ты особенно просишь кого-то купить тебе продукты, тебе говорят, ну, я же купил бекон, там же написано бекон. Но хотелось бы, чтобы это были полоски бекона и было побольше жира, но жир мы возьмем немножечко самой, собственно, кореечки. Вот эти вот полоски жира я тоже сейчас сохраню, уберу только жесткую часть, которая мне не понадобится сегодня. А это нарежу плоскими, такими вот полосочками. Вообще, выбирая, конечно, рецепт пасты с мясом, все время стоит вопрос, что вы хотите конкретно. Вы хотите мясо с пастой или пасту с мясом. Поэтому выбирайте сами, какое количество, какая пропорция будет у мяса и бекона. Можно делать это, в принципе, вообще не используя даже вот добавку в виде бекона, а взять только настоящую, вот, собственно, настоящую свинину. Только это мясо взять. Но я люблю, чтобы было посытнее, особенно вечерком, особенно в какую-нибудь тяжелую трудовую неделю. И не гнушаюсь использовать большое количество мяса при приготовлении пасты. Можно поставить уже разогреваться сковородку для того, чтобы мясо начинало, в общем, как-то доходить уже в разогретом хорошем масле. Тут нужна сковородка поярче, побольше, для того, чтобы всем ингредиентам было достаточно просторно. Здесь внутри нарезаю свинину просто полосками. Итак, первая партия нарезанного мяса, лука, готова. Я добавлю еще сюда сельдерей. Сельдерей мытый. Тоже, в общем, какими-то условно вот такими вот, не знаю, что это, полумесяц? У меня такие, мне кажется, сережки были когда-то в детстве. Очень красивые. Сельдерей помогает свинине и помогает томатному соусу облагородить вкус пасты. Хотя, честно вам скажу, что отлично. Просто макароны отварить, добавить туда растительного масла, и все совершенно замечательно. Жизнь прекрасна. Никаких добавок, в общем-то, больше и не требуется. Но мы такое уже едали. И не раз. И, вы знаете, есть даже целое направление такой кулинарной охоты, когда люди ходят в рестораны, специально для того, чтобы, точнее, будучи в ресторане, люди понимают, что «О, это интересный рецепт». И приходят домой и говорят «Знаешь что, дорогой?» Ну, такие вот люди есть. «Я тут сегодня ела пасту и хочу повторить ее. Как ты думаешь, что там было в составляющих этого рецепта?» Дорогой говорит «Знаешь что, в составляющих этого рецепта был только чек из этого ресторана. А что мы ели, я не помню. Я больше помню, так сказать, напитки». Тем временем я поставила пагетти вариться, посолила их, помешала, чтобы они тут, в общем, как-то перемешались между собой и не склеились. Их нужно совсем недолго поварить, потому что они еще будут какое-то количество времени доходить, собственно, в самом соусе. Так, сюда добавляю немного масла и начинаю обжарку свинины. Так вот, этот рецепт у меня тоже вдохновлен посещением ресторана и своровала, практически своровала его. Но добавила сюда парочку своих идей. Не буду раскрывать, так сказать, все секреты. Будем считать, что рецепт теперь этот полностью мой. Я все-таки предпочитаю делать пасту с добавками, с соусом, поэтому мяса у меня не очень много. Если хотите сделать просто свинину в томатном соусе без пасты и не соединять это все, то, конечно, свинины должно быть побольше. Так, обжариваю сначала ее достаточно щедро. Теперь добавляю лук, когда уже она схватилась. Если бы был бекон полосками, то масла было бы меньше. Но сейчас это будет выглядеть вот так. Хорошо все перемешиваю. Лук должен, ну, как это называется, распуститься, немного растопиться. Получается очень вкусно. Солить я буду чуть попозже, когда уже буду понимать, какой у меня будет соус по вкусу. Потому что протертые томаты бывают более кислые, менее кислые. И качество соли, и количество соли можно уже будет проверять вместе с ними. Добавляю сейчас сюда полоски бекона, который не бекон, а может быть, в общем, какая-то ветчина. Ну, в общем, как это, как ни называй, неважно. Хорошо все перемешиваю. И позволяю луку уже совсем-совсем поджариться. Также отправляю сюда сельдерей. Вот уже отличное решение. В принципе, если у вас будет совсем другой гарнир, например, картофель фри, или вы приготовите рис, вот уже сейчас это отлично. Можно добавить сюда немного белого вина, добавить тимьяна. И вот вам, пожалуйста, свинина в белом соусе с беконом и тимьяном. Такая будет ароматная. Если вы будете использовать вырезку говядины, ну, вдруг у вас будет такое шикарное решение, то можно добавлять сюда уже, допустим, кроме сельдерея, еще и болгарский перец. И смешивая ее вот как раз-таки с красным луком, это тоже отличное решение для пасты. Там можно взять за основу соевый, например, соус, и тоже, в общем, еще одну вариацию сделать. В общем, схема такая. В кастрюле там с пастой, здесь готовится соус. Все это перемешиваем и подаем. И все. Делов на 5 минут. Вы представляете вообще, как сейчас уже пахнет? Тут свинина, лук, бекон. Пахнет восхитительно и замечательно. Отправляю протертые томаты сюда. Я не использую в таких рецептах томатную пасту, потому что она очень, как мне кажется, горчит и вот этой вот жидкости не создает. Но если вдруг нет протертых томатов, можно взять томатную пасту вместе, допустим, с томатным соком, потому что будет и жидкость, и будет такая томатная эссенция хорошая. Значит, я добавила сюда протертые томаты. Сейчас добавлю сюда тимьянчик, про который я уже говорила. Очень он ароматен. И после того, как немного томаты выпарятся, я буду проверять, что по соли и что по перцу. На самом деле веточки тимьян достаточно нежные. Если попадет прямо с веточкой, вообще не страшно. Она как-то там тает, и все. И все ей прекрасно. Так, закрою крышкой, и пора сливать воду с пасты. Промою пасту холодной водой, для того, чтобы остановить процесс варки в данном случае, чтобы она как раз не слиплась. Это хорошее решение. И, наконец, значит, что есть еще в составляющей сегодняшнего соуса? Есть это из подсмотренного рецепта. Не, так сказать, не моя авторская разработка, но хорошо подсмотренный в ресторане рецепт. Паста с беконом и зеленым горошком. Кто скажет, как же зеленый горошек? Это же вот какой-то человек, так сказать, из салата оливье. И вы уверены, что нужно его использовать вместе с пастой и добавлять сюда? Я скажу, что я не просто уверена. Я считаю, что это суперрешение. Зеленый горошек, да, конечно, это бобовый, никто не спорит. И, конечно, может показаться, что это какая-то немного тяжелая история для свинины. Но он яркий, практически летний и очень легкий. Он добавляет этой пасте вот этого самого сока и совсем другую краску. Потому что у вас будет яркий красный соус, зеленый горошек. Сейчас я его вместе со сливочным маслом немножечко... Так, вот тут у меня все кипит. Со сливочным маслом я его подогрею, разогрею. Достаточно большое количество. Можно накрыть крышкой и посмотреть, что происходит здесь. Здесь уже достаточно много соуса. Вот в этот момент, если вам кажется, что уварилось немного и нет жидкости у этого соуса, добавьте помидоры, протертые и на этом этапе. Вообще никаких проблем. Смысл томатного соуса не в том, что он уварится и добавит какого-то супервкуса. Смысл в том, что он обменяется соками вместе со свининой. И пусть его будет больше. Можно даже, если кончились протертые томаты, добавить прямо сюда, например, воды. И все. Никто даже не поймет, что вы добавили туда воды. Практически просто добавь воды. А сейчас растапливается зеленый горошек. Зеленый горошек, кроме добавки к пасте, вот такой в варианте со свининой, тоже хорошо подойдет, если у вас будет белая рыба, например. Прекрасно. Белая рыба, зеленый горошек. Ну, может быть, это будет тогда соус на основе белого вина, например, и бульона, если вы вдруг разживетесь рыбным бульоном. Но вариантов очень много. И зеленый горошек недооцененная, конечно, такая позиция на нашей кухне, потому что добавление его только в салат оливье, ну, его много других достоинств. Можно сделать утром, например, яичницу и бросить ее туда. Можно сделать яйцо пашот с зеленым горошком. Если вы растопите его точно так же со сливочным маслом и добавите, например, мяты, это будет совсем другая история. Это будет очень вкусно. В общем, не проходите мимо зеленого горошка, скажу я вам. Соуса здесь уже достаточное количество. Я отправляю сюда свои пасту, но все равно так. Чем только не промывая, все равно получается такой шмат. И вот сейчас вместе с пастой я проверю, что получается по соли. Так, по соли отлично. Все-таки бекон, вот этот вот заводской бекон, он солоноват. Поэтому я так осторожно отношусь к соли здесь и считаю, что нужно с ней просто очень-очень аккуратно. Все, оставляю крышку вот так вот, накрываю ее и пусть паста доходит. А горошек, сейчас он почти растопился, тоже добавлю уже вот вместе со сливочным маслом. Посмотрите, какая красота. Можно сюда тоже добавить, например, тимьянчик и будет замечательно. Хоп. А вот прямо вот в этом сотейнике я сделаю еще одну вещь. У меня есть чеснок репка. Сейчас я сделаю такие тоненькие полосочки этого самого чеснока репки и добавлю в пасту. Потому что, по моему убеждению, свинина совершенно влюблена в чеснок, как и в горчицу. Но поскольку здесь не позволяет мне, в общем, душа добавить горчицу, хотя вы меня знаете, я добавлю сюда и горчицу, и все, что угодно, чтобы проверить, вкусно или невкусно. Ну, в общем, обойдемся сегодня без горчицы здесь. Но вот чесночка можно-то и добавить. Нарезаю его тонко-тонко, такими полосочками. Это не очень удобно делать, честно вам скажу. Если есть такая штука, называется мандолина или слайсер, это было бы неплохо тоже, в общем, ею пользоваться. Ну, а я сделаю вот так вот. И эта вещь мне нужна только для подачи. И смотрите, в таком состоянии беру снова вот этот вот сотейничек, где у меня томился зеленый горошек, добавляю сюда растительное масло. Чуть-чуть этого есть у меня уже там сливочного масла. И отправляю вот эти вот чипсики чесночные сюда. В этом состоянии, в состоянии, когда чеснок вот такой вот кругленький, его, конечно, очень трудно найти, но он пахнет восхитительно. Он пахнет такой молодостью, свежестью и абсолютно пышащим здоровьем, что невозможно этим не пользоваться. И можно, конечно, взять и добавить его просто вот в таком свежем состоянии, но я немножечко его обжарю. И этому чесноку очень идет тимьянчик. Поэтому прямо сейчас вот в это масло я добавлю оставшийся тимьянчик, который у меня есть. И вот это масло, которое остается от обжарки чеснока, знаете, вот мне кажется, что можно нападать вместе с хлебом сюда и практически пить это дело. Вкусно, очень ароматно. Так, вот они, какие красивые яркие кружочки получились. Так, ну что, все готово, паста готова, чесночок для подачи готов. Осталось только все это разложить в красивые миски и позвать людей. Так, вот мои тарелочки. Использую сразу две тарелки, чтобы одна стояла на другой. Красота, да и только. Просто бомба. Так, отправляю сюда пасту. Добавляю сюда обязательно кусочки мяса, чтобы у каждого были все части. Добавляю сюда горошек. Так, теперь вторая порция. Попросит добавки. В общем, можно добавлять сколько положилось, а добавка придет все равно. Так. Хорошая, яркая история. И, наконец, завершающий, так сказать, пик вкуса. И это чесночок. Такой вот цветочек. Если у вас есть, допустим, сыр рикотта или какой-то мягкий сыр, его тоже можно использовать для подачи. Но попробуйте сначала вот так вот, с чесночком. Так, ну что, проверяем, что получилось. Сегодня паста с беконом, паста со свининой, паста в томатном соусе. И специи сегодня здесь только тимьян. И зеленый горошек, который добавляет вкуса и цвета этому блюду. Вот еще кусочек сельдерея захвачу. Ой, мясо получается вместе с беконом отлично. Интересно, что свинина так хорошо сочетается со свининой. Итак, на базе сегодня свинина, за гарнир отвечает паста, а соус с томатный, обогащенный ароматом тимьяна и чесночком свежим, прекрасен. Множество рецептов по схеме кулинарный конструктор за вами. Приятного аппетита! Субтитры подогнал «Симон»!